С правой стороны, с левой стороны от Александровского городского суда находится какое-то странное, очень древнее здание с российским флагом. Его охраняет чёрная собачка. Мне даже интересно подойти и посмотреть, что же это всё-таки такое. А с левой стороны находится городской Александровский сквер, весьма тенистый в это время суток. Разворачивается какая-то машина. Доносится весёлый снег и радостный. Я не знаю, когда я в следующий раз буду в Александрове, поэтому, наверное, я забью на время, забью на то, что я опоздала, наверное, уже на все электрички. Подойду и посмотрю, что же там такое. Это Александровский медицинский колледж. Это уже второй медицинский колледж, который я видела. Такое впечатление, что тут очень много медицинских колледжей. Видимо, тут любят медицину. Много бывших госпиталей. И колледжи. И такие вот весьма живописные подворотни. Мебель, шкафы, купе на заказ. Вообще, вот такие вот дома старые, в такой степени, собственно, заброшенности, мне напоминают Питер. Вот такие вот там, в центре города, такие старые-престарые дома присутствуют. Около здания с флагом стоят какие-то дядьки. И у них такой очень серьезный вид, что, наверное, все-таки на подходе к этому зданию я смартфон выключу. И подойду просто без смартфона. За зданием какие-то... Это, наверное, продолжение этого здания. Такие старинные корпуса. И все это, видимо, до революционной постройки. Вот. Сейчас я узнаю, что там находится. А с этой стороны тоже остались старинные здания. И какая-то одинокая собака. В общем, по машинам сразу понятно, что это очень серьезное здание. И тут есть табличка. В этом здании в 1917 году состоялось первое заседание Совета рабочих и солдатских депутатов. И такая большая железная дверь. Улица Красной Молодежи. Названа в честь первого в городе комсомольско-молодежного клуба «Спартак». Вот что это такое. А совсем рядом уже сильно осовремененное, отремонтированное здание. Редакция газеты «Новый город Александров». Еженедельная общественно-политическая районная газета. Вот что это такое. Не зря тут бился российский флаг. Здесь, наверное, располагалось правительство. А что сейчас здесь располагается, все-таки не совсем понятно. Потому что наверху тут развивается красный флаг. Красный, российский трехцветный триколор. А чуть ниже растут кондиционеры и березы. И стоят какие-то серьезные дяди. Пойду я в обратную сторону. У меня такое впечатление, что если я не буду торопиться, то, возможно, я даже и заночу в городе Александрове. Потому что есть шанс опоздать на свою электричку. Хотя нет, она, наверное, ходит часов до 11. А сейчас еще нет и 9. Поэтому, наверное, уж к 11 я точно до вокзала-то доберусь. Такие вот места. Значит, раньше это была особо четкая улица. Вот если посмотреть так вот на вот этот вот вход, на вот эти двери, вот такие вот окошечки. Такое впечатление, что это брошено. И тут давным-давно никто не живет. Только спит собачка. А посмотришь чуть выше, тут уже пластиковые окна. И понятно, что здание очень даже обитаемое. И такие вот арочные окошки. Старые еще окошки деревянные составные. Так вот. Ездит машина. Наверное, сейчас я перейду немного дорогу. И с той стороны сниму вот это главное административное здание. Наверное, это был советский белый дом. Точно. Это, наверное, был... Ну, естественно, так как он был советский, он был не белый дом. А это был красный дом. То есть центр, установившийся в городе советской власти. Наверное, это был он. Но, кстати, судя по архитектуре, здание было построено до того, как тут установилась советская власть. Так что, вот такая улица красной молодежи. Очень молодежная, современная такая, прогрессивная улица. Мне кажется, я когда-нибудь сломаю пальцы, пытаюсь управлять этим смартфоном. С вами снова я, Марина. И я продолжаю свою неспешную вечернюю прогулку по Александрово. Сегодня будний день, 16 июня. Среда, по-моему. А, или четверг, четверг. Вот это следственный отдел города Александрово. Из него открывается красивый вид на городской суд, большой перекресток, церковь и памятники. Ребезку почета. А дальше я возвращаюсь тем же путем, которым шла. Тут много кошек, что приятно. И не особо много собак. Улица Ленина. Меня снимают оттуда. Такой старенький домик. Наверное, скоро снесу. Построят что-то новое. Вообще, я обратила внимание на то, что Александрово так довольно активно строится. То есть отстраивается. Потому что еще даже в 2010 году, когда я сюда приехала с молодым человеком, тут было гораздо больше каких-то заброшенных зданий. А сейчас больше гораздо новых или отреставрированных зданий и помещений. Вообще, я первый раз сюда приехала еще в школьном возрасте. Мы ехали в Ярославль на электричках и здесь делали пересадку. Но я очень плохо помню, когда же именно сам город. Биллиард с вояк. Тату-салон. Биллиардный кинут. Вообще, я говорю, сюда следует приезжать просто для того, чтобы поугарать над рекламой. Штаб Александровского станичного казачьего общества Владимирского отдельного казачьего общества центрального казачьего войска. Военно-патриотический клуб Русь. Вот что здесь есть. Серьезные организации тут существуют. И такие вросшие практически в асфальт окошечки, за которыми цветут орхидеи. Ну, Александров – это очень контрастный город. Что уж и говорить. Тут очень интересно смотрится. Это адвокатская контора номер 41. И тут с одной стороны окна практически уже на уровне земли, а с другой стороны висит кондиционер. И подпись «Дом жилой». Объект культурного наследия «Дом жилой» охраняется в государстве. Я так думаю, это пример типового жилого дома, построенного до революции. Такие дела. Ну всё. Я покидаю город Александров. Сейчас уже темно. Идёт дождик. Я зашла в магазин, купила себе попить и бананы. И уже обратно по Скользкой улице иду к вокзалу. 21.59 моя электричка. И надо будет уезжать. Она, кстати, не последняя. Тут вот потом ещё электрички. Но это будет уже слишком поздно. А сейчас я снимаю на смартфон вечерний Александров. Вечерний и дождик. Кстати, несмотря на то, что дождь, народно много. И на самом деле, так достаточно тепло. Потому что и дождь такой тёплый, и ветер достаточно тёплый. Время-то ещё мало. 9. 9 нет. Стоп, подождите. 21.59 у меня. 10 нет. В принципе, время ещё такое детское. Я смотрю, многие люди идут от станции. То есть, возвращаются как раз с работы. Тут находится церковь святого Серафима Саровского, недавно построенная. Она такая чёрная. Но я ни разу не была внутри. Кстати, может быть, как раз будет повод съездить сюда ещё раз. И, наконец-то, зайти, может быть, внутрь церкви. Вот. И посмотреть, что там такое. Потому что я много раз была в Александрове, но в эту церковь не заходила ни разу. Надпись «Родина нашей славы» встречает нас. Вот тут вот такой очень классный памятник Серафиму Саровскому, как он молится о нас грешных, стоя на камне. Молился Лису на камне. И сама церковь. Вот. Вокруг неё красивые клумбочки, красивые газончики. А дальше площадь. Вечный огонь. И здание вокзала. На самом деле, что меня удивило, тут достаточно как бы приятно. То есть, алкашей и бомжей тут реально, ребят, значительно меньше, чем в Бужениново. Вот она, церковь с другой стороны. Преподобный Серафим Саровский во время моления на камне. И в ту сторону уходит основная улица, по которой я сегодня прогуливалась. А я иду уже к вокзалу, потому что скоро, наверное, будет моя электричка. И я поеду уже домой отдыхать. Я как-то даже, честно сказать, несколько подустала. Хотя, в целом, честно признаться, приятное производит впечатление город. Приятный он. Какой-то он такой приятный. Но, конечно, он не очень красивый. Он не такой там пафосный, как Сочи, где там всё такое, всё прям крутое. Он не такой, как бы, архитектурный, как Питер. Тут нет такого прям классицизма набережных львов, как в Питере. Тут нет таких всяких каких-то пафосных мест, как в Москве. Тут нет моря, как в Сочи. Но просто, в целом, приятный город для прогулок. В 21.59 моя электричка, а потом какие-то прочерки. Вот. Надеюсь, что эта электричка всё-таки не последняя. Но всё-таки пройду-ка я на платформу. Спасибо всем тем, кто гулял со мной сегодня вместе по Александрову. Тот, кто смотрит мои видосы, ставит мне лайки или антилайки, пишет комменты. Сейчас для меня важен каждый. Каждый ваш комментарий, каждый просмотр. Я смотрю каждый день, кто мне оставлял комментарии, кто писал, кто просматривал мои видео. Большое всем спасибо. Эта дорога уходит на Александров в ту сторону. А в ту сторону дорога уходит на Москву. Вот здание вокзала. Там дальше турникеты, товарники. Спасибо всем тем, кто смотрел мои видосы. Всем счастливо. Всем удачной дороги. И всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!